Добрый день, коллеги. Меня зовут Сергей Лазутов. Я менеджер проекта компании ОТР. Также я являюсь монстром профессионального по Project. Сейчас я расскажу вам про особенности нового продукта Microsoft. Project Online. Мы сделаем краткий обзор. Я очень кратко расскажу, что вам за компания. Расскажу достаточно подробно про Project Online. Какие у него есть принципиально новые возможности, что очень важно, какие у него отличия есть от той ситуации, когда вы сервер устанавливаете у себя. И очень интересный для нас вопрос был про новые доработки. Вообще мы пунктная IT-компания. Мы работаем для госсектора и для банков в основном. Мне кажется, всем интересен нашлись. Почему? Потому что мы сами начали Project внедрять у себя своими руками. Люди, которые сами устанавливали у себя сервер, сделали гигантское количество заработок. И все это фактически делали без внешних подрядчиков. Так что у нас достаточно богатый опыт не только разработки, настройки, но и сопровождение таких систем. Что мне кажется, достаточно интересно. Вот у нас наши любимые клиенты. Самое наше любимое федеральное казначейство Российской Федерации. Сейчас мы перейдем уже ближе к нашей теме. Тут как Project Online. Прежде всего, то, о чем сегодня говорит, наверное, каждый презентующий, то, что теперь сервер – это не ваша забота. Вам не нужны специалисты поддержки, вам не нужно оборудование, вам не нужно за этим следить. Быстрый старт использования. Я расскажу вам о своем примере. Для того, чтобы настроить достаточно близко к нашему кейсу Project Online, мне потребовалось где-то полтора часа. Я имею в виду, что через полтора часа я уже полноценно использую систему управления проектами. Мне кажется, это очень важно для многих компаний. Понимать, что ты можешь какие-то достаточно простые базовые вещи настроить моментально, буквально в течение нескольких дней. Если у вас есть специалисты, понимание методологии, вы можете уже приступить к использованию такой достаточно непростой эксплуатации системы серверной изначально. Теперь это стало для вас просто. Фактически, что вам дает Project Online? Это полноценный проект сервера. У него есть небольшие ограничения, про которые я расскажу, но в действительности они очень небольшие. Судя по всему, Microsoft во всяком случае об этом заявляет. Многие из них еще и будут устранены позже. Пока еще неизвестно, какие и всегда. Но тем не менее, даже сейчас уже ограничения достаточно небольшие. Мы получаем сопровождение Microsoft, о котором мы здесь говорили очень много раз, то, что у вас будет сервер 99,9% времени функционировать. И появилась очень важная, интересная вещь. Я вот приготовил сегодня iPad. Если у нас в борту не будет капричить, я покажу. Сервер позволяет полноценно работать с офисом, вот, например, с iPad, с iPhone, с большинства современных платформ. Есть и большие ограничения, но фактически, но в основных кейсах вы можете уже вообще не задумываться о том, какая система стоит у пользователя. Ну, кроме заключения каких-то, наверное, очень экзотических вещей. Что самое главное для Project Online? Это управление проектом через веб. Достаточно полноценный инструмент, доступен вам для управления проектом. Создание задач, назначений, перепланирование. Я подробнее, чуть-чуть попозже расскажу, почему этот интерфейс стал качественно и лучше сейчас в новой системе. Это подключение Project Professional. Причем, опять же, вы можете взять его из подписки вашей Office 365, то есть использовать его только у тех людей, которые пользуются проектами, платить за него не как за клиентскую версию, а по подписке. Это полная интеграция с Office 365, SharePoint, OneNote, вообще со всеми продуктами. Более того, Microsoft очень четко заявляет, сейчас очень интересно, и, наверное, такое происходит впервые, что выпуск продуктов всей, подчеркиваю, всей офисной линейки произойдет одновременно. То есть будет один день, да, в который выйдет вся полностью интегрированная офисная линейка. Вы сможете всем пользоваться сразу, полностью используя все интеграционные возможности, что очень важно. Потому что раньше было достаточно сложно. Сначала выходил один продукт, потом Exchange, потом Project, и адаптация новых технологий занимала у вас дополнительное время, да, вы не могли полностью воспользоваться всем комплексом продуктов. У вас есть сайты проектов, опять же, в облаке. У вас есть рабочие процессы, полностью работающие. И важнейший вопрос, честно говоря, я даже был удивлен, насколько Microsoft качественно это сделал. Я считаю, что это для текущего рынка просто уникальная ситуация. У вас осталась абсолютно полноценная возможность кастелизации вашего сервера. Очень глубоких доработок, очень серьезных моментов, которые вы можете решить в системе. На текущий момент я не знаю ни одной системы, предоставляющей услуги управления проектами через облако, у которой были бы даже близкие, даже просто сравнимые возможности по кастомизации. Все у вас происходит через ваш веб-браузер в основном. Это главная страница. Если у вас сегодня немножко время останется, я подожду в онлайн, как все это выглядит. Здесь вы можете создавать проекты, управлять вашими планами, делиться вашими проектами. Все это интегрировано с SharePoint-сервером. Все как будто у вас есть свой сервер. На вашей инфраструктуре только это все в облаке. В базовых возможностях сервера и даже намного дальше никакого различия нет. Вы также можете строить отчеты у проекта, видеть пул ваших проектов, управлять их возможностями, строить разные представления. Все это доступно вашим пользователям. Появилась новая упрощенная модель Crawford. Очень интересно, причем она появилась опять же синхронно и для серверного продукта Project Server, и для облачного продукта Project Online. Это новая упрощенная модель прав. Вы можете пользоваться старой моделью Плорраф, если у кого-то раньше был Project Server, она должна быть вам очень хорошо знакома. Но появилась очень упрощенная модель прав, полностью сращенная с моделью прав SharePoint-сервера, которая позволяет вам сделать единую архитектуру управления вашими правами доступа к разным проектам, к узлам и так далее. Через Project Web Access, то есть через Project Online, доступно редактирование проекта. Причем опять же кросс-браузерное. Я буквально вчера, для того, чтобы попробовать сделать вашу презентацию для всех нас сейчас, редактировал наш проект на iPad. Причем до самых сложных возможностей. Добавление назначений, перерасчеты проекта, о которых я тоже расскажу чуть позже. По сути говоря, если ваши проекты достаточно простые, то для планирования вам вообще не нужен клиент. Вы полностью можете планировать проект в Project Web Access. Причем с учетом работы, рабочих процессов, с учетом полной кастомизации вашего решения, новых полей, даже кастомизации рабочих процессов и с вашими доработками. Это мой маленький любимый скриншот. Очень смешная тема для тех, кто занимается Project Server. Очень долго в расписаниях не было такой элементарной, но очень всем нужной вещи, как иерархия задачи. Она появилась. Это отдельная радость для всех внедренцев. И особенно даже не для внедренцев, а для нас, кто эксплуатирует эту систему. Потому что это была очень-очень большая главная боль. Теперь при добавлении задачи вы можете видеть всю иерархию задач проекта. И, что очень интересно, и опять же, фактически нигде этого нет. Project Professional версии и Office 365, и обычного клиента, спокойно подключается к этому Project Server. И вы получаете все возможности, которые предоставил вам Project Professional, в том случае, если сервер стоял у вас. Сложные профили, планирование, про которые сегодня говорили. Все-все возможности, которые ранее были в клиенте. И все. Это абсолютно тот же самый клиент, который вы подключали бы к своему серверу. Очень важный элемент, который я хотел бы подчеркнуть. Вообще, это Microsoft, мне кажется, недостаточно сильно это пиарит. Появилась очень важная вещь. Теперь существует всего один механизм расчета проекта. И он работает на сервере. То есть, какие бы вы изменения ни вносили через Project WebAccess, через ваши кастомизации, через Project Professional, все эти изменения рассчитываются на сервере. Что это дает? Раньше не всегда можно было гарантировать, что введя одну и ту же цифру в одно и то же поле на сервере и, скажем, на Project Professional, вы получите одинаковые изменения вашего плана. Теперь это можно полностью гарантировать. Любые изменения через любые инструменты приводят к одинаковому результату. Это принципиально новая вещь, которая появилась в Project Server. Мы немножко не говорили раньше про то, каким образом вы заходите на Project Online. Все это происходит через Windows Live ID, но при этом у вас есть полноценная возможность синхронизировать ваш пул ресурсов, пул сотрудников, которые работают с сервером, с вашим Active Directory. Причем она есть уже даже сейчас в превью-версии. Появилась новая возможность. Вот, к сожалению, я не могу еще делать ее скриншоты, потому что она еще не вышла в превью. Вы можете синхронизировать свои проекты со списками в SharePoint. Что это вам дает? Если у вас есть очень простые проекты, которые вы бы хотели управлять как списками задач в SharePoint, такое очень часто бывает в небольших компаниях. Теперь вы можете одновременно управлять этими проектами как списками в SharePoint, то есть очень простым, удобным, знакомым всем инструментом, иметь все мощнейшие возможности проект-сервера, то есть аналитику, схему доступа и так далее. Полная интеграция. Вы можете, здесь есть интересный момент, у вас есть личная страница вашего профиля на SharePoint, и вы можете с нее видеть ваши задачи, управлять вашими задачами, исполнять ваши задачи, сдвигать сроки и так далее. Полностью присутствует функционал управления стратегиями компаний. Если кто-то смотрел этот функционал ранее, в общем, он фактически таким же и остался. Существует множество разных способов построить отчеты на сервере, то есть вам доступны данные сервера. Теперь немножко поговорим про те ограничения, которые есть вот для меня, как для человека, который эксплуатирует эту систему постоянно. Это было очень важно. Какие же есть ограничения Project Online по сравнению с Project Server? Мы говорим сейчас только про версию 2013, то есть есть два варианта. Либо вы покупаете облачный продукт Project Online, либо вы покупаете, у вас все еще возможность такая и остается, Project Server сами устанавливаете его и так далее. В чем же разница? Что вам для входа на сервер для всех пользователей понадобится Windows Live ID. Причем это фактически ничего для вас не значит, с учетом того, что вы можете синхронизировать Windows Live ID с вашим Active Directory. У вас недоступно административное архивирование, которое раньше было на сервере. У вас недоступны Allap.cube. Теперь есть полностью новый инструмент получения данных серверов. Он называется O-Data. Фактически сложно сейчас сказать, какие будут в финальной версии ограничения, но сейчас большой разницы между этими инструментами не видно. Посмотрим, что будет в релизе. Недоступно закрытие сдачи от изменения и недоступны почтовые оповещения. Причем последнюю часть можно будет обойти, я чуть попозже об этом расскажу. Есть технические ограничения, достаточно важные для обновления. Это что у вас нет вообще никакого доступа к байдамам, серверам и не работает PSI. Это тот API, который был для работы с проектом в предыдущей версии, но есть его полноценный заменитель. Вот этот слайдик я собирал с особой тщательностью, потому что для нас он очень важен был. Еще раз повторюсь, нигде ни в одном облачном продукте вы не найдете полноценного инструмента кастомизации этого продукта. Не просто настройки полей кастомных, а в Project Online доступны все те же элементы кастомизации, которые были у вас раньше. Некоторые доступны чуть-чуть через другой инструментарий, но фактически доступны все. У вас есть полноценный API, то есть управление через ваши доработки и всеми возможностями сервера. Он теперь называется Client Site Object Model. PSI недоступен напрямую, но уже сейчас есть, кстати, очень хорошая документация по этому API, и даже есть документ, указывающий различия между этими системами. И я вам могу сказать, что если Microsoft действительно соблюдал все те формальные обязательства, которые я взял в этом документе, то вы вообще фактически ничего не потеряете. У вас есть ограничения по управлению администрированием сервера, но какими-то очень-очень-очень редкими задачами. Фактически все вопросы, связанные с реальной кастомизацией сервера, быть способны выполнять через этот интерфейс. Получение данных идет через единый стандарт ОДАТА, причем этот стандарт придуман не Microsoft, это такой промышленный стандарт. Есть уже множество инструментов, которые могут им пользоваться, в частности Excel 2013, способен пользоваться этим форматом. И множество других продуктов. Очень интересный момент, который Microsoft пиарит, и который действительно очень попутно работает, вы можете в Project Online, в облачном решении, кастомизировать рабочие процессы. Причем рабочие процессы, например, открытие проекта, закрытие проекта, принятие каких-то решений. Например, Microsoft показывал кейс управления изменениями, создания новых проектов. И эти рабочие процессы вы можете кастомизировать, как и ранее Visual Studio, но теперь вы можете кастомизировать их SharePoint дизайнера. Сегодня был вопрос, можно ли просто с минимальными знаниями сервера собрать процессы новые, кастомизированные под вашу компанию? Да, можно, SharePoint дизайнер. Я, честно признаться, не уверен, что это может сделать человек со школьным образованием, но, наверное, если вы все-таки обладаете каким-то высшим образованием и пониманием процессов, то это вам доступно. И абсолютно тоже уникальная вещь. Ранее была модель обработки событий на сервере, изменения проектов. Именно серверных событий, не клиентки. Она осталась. Microsoft не отобрал ее у вас в нейтренции. Вы можете кастомизировать серверные события. Абсолютно уникальные вещи обрабатывать. Например, сейчас нету отсылки почтовых обмещений. Никаких проблем. У вас есть события на сервере по изменению проекта, по изменению задач, по изменению расписания. Я уверен, что в ближайшее время появятся уже готовые продукты, которые будут обрабатывать эти события и закроют этот вопрос для вас. Для клиента появились новые возможности кристаллизации, так называемые TaskPane Apps. Это специальный инструмент, который приспособлен для работы через новый клиент-сайт ObjectModel. Фактически через веб вы можете в клиенте делать кастомизацию. Все интересно, если вы сами являетесь внедренцем, а если вы потребитель системы, если вы внедряете ее у себя, вам интересно должно быть, что есть SharePoint Store, в котором есть раздел, связанный с проектом, и вы можете покупать готовые решения. Или скачивать их бесплатно, если такие найдутся, удовлетворяющие ваши возможности. Это действительно абсолютно прорывная вещь. Раньше было очень сложно найти для себя нужные компоненты, понимать, каким образом их устанавливать, поддерживать. А теперь это очень просто. SharePoint Store, через который, с одной стороны, внедренцы могут продавать свои продукты, а клиенты очень значительным образом улучшать те сервисы, которые предоставляет Project Online. Что же у нас получилось в итоге? У вас есть полноценный Project Server в облаке с минимальными ограничениями, с элементарным сопровождением, кросс-браузерностью для менеджеров и руководителей, сохранение возможной глубины модификации сервера. Продолжение следует...